Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы решили по просьбе организаторов делать большой доклад, рассказать то, как мы видим цифровизацию в целом. В частности, как цифровизация и использование цифровых платформ может, как нам кажется, применяться в образовании. Причем мы постараемся сделать максимально... Хотя тема такая достаточно обширная, зачастую скровизация много воды и мало сути, но мы постараемся сделать более-менее практические мероприятия. В конце мы расскажем о платформах, на примере финансовой института, посмотрим, как действительно решаются конкретные задачи по цифровизации в ГУСе. Миша расскажет о том подходе, который сделал ядер с успешной компанией в 20 лет. Продуктовая компания, мы запускаем продукты, и как нам кажется, этот подход сейчас применим абсолютно везде и в частности в образовании. На самом деле сейчас шел, стоял на выходе, и судьи девушки. Я даже не знаю, откуда они шли, но я случайно услышал обрыв их дискуссии. И звучала она примерно следующим образом. Вы знаете, запуск экспериментов в моем ВУЗе — это очень долгая история. Мы как только допускаем эксперимент — это очень и очень долго. А вот мы вам расскажем, как мы привыкли экспериментировать в Яндексе, как мы запускаем быстро новые продукты, как тестируем пользователей, вас в том числе, наверное, потому что, вы, конечно, тоже пользуетесь нашими продуктами, и как нам это предлагает быстро двигаться. А вот возвращаясь к этому диалогу, я понял, что с этим где-то есть проблема. Возможно, мы сможем помочь. И, кстати, тем практикам, которым мы сможем помочь чем-то конкретным, у нас есть небольшие призы. Мы сделали три гранта на сумму по 50 тысяч, 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей, которые мы вручим в самом конце. И более того, грант — это хорошо, но мы на самом деле еще и выделим какую-то помощь наших специалистов, наших экспертов, для того чтобы помочь правильно воспользоваться этим грантом и теми технологиями, которые мы хотим вам предложить. Но это в конце для самых стойких. А сейчас, для того чтобы мне разобраться, кто находится в аудитории, пожалуйста, давайте хотя бы разберемся. Технократы и гуманитари. Кто себя к технократам? Технократы. Гуманитари. Гуманитари в меньшинстве. Гуманитари в меньшинстве. Гуманитари в меньшинстве. Общий чат. Гуманитари в меньшинстве, это можно даже создать общий чат. Вы должны с менять? Сейчас сделаем. Окей, понятно. Я правильно понимаю, что все представители вузов, академическая скейт. Предпринимательская сообщества. А, предпринимательская сообщества? А вот кто надеяться? Поформенное решение для выставания? Ага, то есть я правильно представляю, что у вас половина там, не знаю, кто в ВУЗе представляет? Большинство. Ага, и есть несколько компаний, которые представляют именно сервисы для образования. Окей, окей, понятно, ну хорошо. Ладно, тогда несколько слов обо мне. Я тоже причисляю себя к технократам, закончил техническую университет, и начинал свою карьеру в российских компаниях, в телефон-компаниях, где запускал продукты, услуги. Сначала технический инженер, потом как-то там руководитель небольшой групп. Затем больше, наверное, суммарно 12-13 лет я работал в американских компаниях, компания сырская, компания Microsoft, где тоже вся моя карьера была связана с запуском новых продуктов, создания маркетинговых экосистем, стратегия по маркетингу. Ну вот так развивался мой опыт до 2016 года, когда я пришел в компанию Яндекс. И в этой компании Яндексе я, соответственно, отвечаю за то, что запускал продукт Яндекс.Облако. Это новая платформа для бизнеса и для каких-то технологических предпринимателей. Этот продукт мы запустили примерно полгода тому назад, и уже сейчас пользуются 2000 компаний, ну вот и тех самых предпринимателей. Мы очень торопимся своим продуктом, стараемся делать его все лучше и лучше, ну и видим, что рынок отвлекается на него достаточно активно. Очень много говорят про цифровую платформу, про цифровую экономику. Мне даже кажется, что иногда за тем самым качеством упоминаний, которые есть в прессе, очень часто теряется некий облако, облако из, мы называем это в Яндекс какого некого маркетингового булшина, вот оно присутствует. Если же читать интересные отчеты, видно, что пока мы с вами как сторона рассуждаем, другие стороны очень давно ушли в любой период. Вот есть два хороших графика, которые я недавно просматриваю, очередной аналитический отчет, который мне было интересно сопоставить. Левый график — это объем новых данных, которые приходятся на разные регионы и на несколько основных стран. Видно, что вот эта красная линия, которая показывает, что удельно на деталь приходится все больше и больше данных, которые создаются, хранятся, обрабатываются и так далее. Это левый график. Это то, что, можно сказать, некое отражение вклада стран и регионов в дейта экономии, в экономику данных. А справа — это уже все нормально экономика, опять-таки, удельный рост регионов и стран по отношению к другим. Ну и вот, опять же, в красной линии видно, что Китай очень бодро свои позиции с точки зрения глобальной экономики наращивает, и все у них идет хорошо. Мне кажется, что эти две вещи очень сильно коррелируют между собой, потому что умение работать с данными, создавать на базе этого новые бизнес-модели, новые продукты напрямую сказываются на экономике. У нас в линейке цифровая экономика, наверное, два количества упоминаний в прессе, мы чемпионы. Мы прямо, наверное, в тройку точно входим. Может быть, даже в Китае как бы опередили фактуры. Реальных вещей нам пока не хватает. Можно выяснить? Вы думаете по-английски? Вы выбираете русский слов? Нет, нет, я по-английски. А я же как-то говорю, мой родной. А еще, похоже, что я перевожу в голову. Да, да, вы опережаете.